ТДК-42 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 гости. Дорогие наши гости, добро пожаловать в нашу студию. Цель нашей сегодняшней программы — обсудить эту важную социальную проблему, разобрать причины бытового насилия в семье, почему так происходит в каждой семье, в которой это случается. И мы сегодня также поговорим о нововведениях в закон. Дорогие зрители, я напоминаю о том, что мы работаем в прямом эфире, и вы в любое время можете присоединиться к нашей беседе. У нас действуют телефоны 93-34-33, также действует второй номер WhatsApp 801-212-4242. Звоните, дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы, также можете высказать какие-либо пожелания. Итак, бытовое насилие сегодня является одной из самых острых социальных проблем. Термин «бытовое» или «домашнее насилие» определяется как определенная модель поведения в быту, когда один человек намеренно причиняет вред другому. Различает несколько форм бытового насилия. В целом форм насилия — это физическое, психологическое, сексуальное и даже экономическое. Но чаще всего насилию подвергаются женщины. По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, по всему Казахстану в правоохранительные органы поступают до 300 обращений по фактам бытового насилия. И это только официальные данные. И о, может быть, большой части таких фактов умалчивают. Проблема эта актуальна для всего мира, и за исключением лишь таких стран, как Канада, Грузия и Армения, где проценты женщин, пострадавших от насильственных действий, занимает всего от 1 до 8. Казахстан же, по данным 2019 года, среди стран СССР занимал одно из первых мест по количеству преступлений в сфере бытового насилия. Итак, у меня вопрос к представителю прокуратуры. Арай, скажите, пожалуйста, по вашим данным в целом с начала текущего года сколько рассмотрено таких преступлений в этой сфере? И если брать статистику прошлых годов, то у нас какая тенденция идет к увеличению, либо, может быть, наоборот, к сокращению? Ну, как таково, такая статистика, как в сфере уголовного правильного нарушения, началась вести с 16 июня текущего года, когда этот закон вступил в силу. И с того момента у нас было зарегистрировано 162 факта. Это касательно легких телесных повреждений 95 и побоев 67 фактов. Что касается роста снижения, то если взять статистику за июль месяц, то у нас идет рост. Например, если в этом году был зарегистрирован 54 факта, то в прошлом году их было 40. Это касательно легкого вреда здоровью. А касательно побоев, если в этом году... То есть снижение наблюдается, да, здесь? Рост. Если в этом году было касательно побоев 45, то в прошлом году было 37. Поэтому у нас сейчас идет рост. С чем это связано? Я так думаю, это связано с криминализацией правонарушения. Раньше, сейчас органы полиции обязаны регистрировать данное заявление, даже если данное правонарушение, даже если не поступает заявление от человека. То есть идет выявительный характер. Да, вот вы сказали о криминализации. Впервые у нас, значит, криминализацию преступления данного характера вел Кыргызстан, далее в Узбекистане. И теперь к этому пришли в Казахстане. Одним из поводов послужила трагическая история пресс-автанат Наукеновой, которая скончалась в ресторане своего собственного мужа. Экс-чиновник забил свою супругу до смерти. После этого очень много выступлений было в социальных сетях, да, очень много активистов выражали свое мнение, что нужно применять какие-то меры по ужесточению закона в этой сфере. И мы пришли к тому, что президентом Касамжу Мартуна Токаевым был подписан закон, указ о дополнении, о изменениях в сфере ужесточения наказаний за бытовое насилие. Значит, вступил он в законную силу 16 июня текущего года, да, я правильно понимаю? Да. И скажите, пожалуйста, подробнее, какие нововведения здесь присутствуют сейчас в новом законе согласно пересмотру закона о бытовом насилии? Прежде всего, этот закон был направлен, скорее всего, по моему мнению, на ужесточение наказания за семейное бытовое насилие. Плюс уникальность этого закона в том, что этим же законом предусмотрен ряд комплексов мер. Это начиная от ужесточения наказания по уголовным делам, введения новых преступлений до создания целой инфраструктуры для людей, которые пострадали от этого. Поэтому здесь очень большая работа была проведена, и этим особо отличается она. Вот очень важно, что закон предполагает пожизненное лишение свободы за педофилию, да, и убийство малолетнего ребенка до 14 лет. То есть здесь никаких альтернатив нет уже. Подробнее расскажите, пожалуйста. Да, если до 16 июня, если при изнасиловании малолетнего ребенка, до 14 лет, была альтернатива. Можно было осуждать человека до 20 лет. Сейчас законодатель твердо решил, что таких людей нужно сажать пожизненно. Других альтернатив нет. По вашим данным на сегодняшний день, по Казахстану есть осужденные? За педофилией. Именно вот с момента уступления закона. Дело в том, что это закон свежий. Такие преступления, они расследуются как минимум 2-3 месяца. Потому что там такие есть экспертизы, которые вплоть до ДНК. Поэтому на сегодняшний день таких преступлений, я думаю, что нет. Пока еще не записываются. Да, получается. Осужденных. Также закон предполагает, вводится наказание, вернее, за умышленное причинение, легкого вреда здоровью, да? То есть раньше такого тоже, то есть вплоть до осадин, царапин, вывихов и ушибов. Ранее это было административное правонарушение, то есть побои или легкий вред здоровью. А вот как уже господин Мусин сказал, что криминализация закона, она привела к тому, что и у нас и рост преступлений мы зафиксировали по итогам 7 месяцев. И, в общем, получается, именно за нанесение побоев легкого вреда здоровья у нас определенное уже, естественно, привлечение не к административной ответственности, а привлечение к уголовной ответственности. Дорогие зрители, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, вы можете присоединиться к нашей беседе, позвонив по номеру 93 34 33, а также действует номер WhatsApp 8 701 212 42 42. На этот номер вы можете позвонить, также на WhatsApp можно написать. Все ваши сообщения обязательно будут прочитаны в прямом эфире. Мы знаем, что у нас для жертв, пострадавших от бытового насилия, от домашнего насилия, действует сегодня специальный кризисный центр на территории Западно-Казахстанской области, конкретно в Уральске. Он действует с 2013 года. Туда направляются пострадавшие от бытового насилия как с чертой города, так и с чертой всей области нашей. Накануне съемки этой передачи мы побывали в этом кризисном центре и посмотрели, как работают его сотрудники, и побеседовали даже с женщиной, которая попала туда, в этот кризисный центр. Внимание на экран. Кризисный центр для жертв бытового насилия работает в Уральске с 2013 года. За это время помощи здесь получили тысячи граждан. Многим понадобилась экстренная помощь, включая временное проживание. Кому-то оказалась достаточная консультация, но все, так или иначе, оказались под давлением бытовых конфликтов. После того, как у нас с мужем родился ребенок с инвалидностью, супруг начал изменять мне. Кроме того, он пил и поднимал на меня руку. Сейчас ребенку три года, и я решила уйти от мужа. В этом центре мне помогли найти работу. Сейчас я сама себя обеспечиваю. Думаю, что такие центры нужны. Здесь действительно могут помочь в трудной ситуации. Посетители могут получить помощь юриста, медиков, психолога и соцработника. Центр работает круглосуточно, но рассчитан он всего на 10 койко-мест. Руководитель учреждения признается, что для полного обеспечения населения необходимой помощью мест недостаточно. Целым число услугополучателей у нас не сокращается. В сравнении с прошлым годом примерно на одном уровне. Но такое количество мест нам недостаточно, чтобы охватить всех нуждающихся временным проживанием. Часто бывают случаи, когда женщин с детьми доставляют к нам экстренно, в ночное время суток. Всех их необходимо экстренно разместить. Говоря о причинах возникновения домашнего насилия, директор центра отмечает, что сегодня всё чаще оно присутствует и в семьях, считающихся вполне благополучными. Раньше с бытовым насилием сталкивались в основном в малообеспеченных семьях. Таких случаев много и сегодня. Но при этом всё чаще подобные факты выявляются в семьях, на первый взгляд, благополучных, в которых супруги имеют хороший рабочий статус и стабильный доход. И когда мы при беседе с ними пытаемся выявить причину конфликта, доводы обоих расходятся. Также были факты, когда за помощью в кризисный центр обращались и мужчины. Но такие случаи составляют малую часть от общего числа здешних услугополучателей, говорят специалисты учреждения. По понятным причинам героиня данного сюжета отказалась принять участие в прямом эфире этой программы. Но мы услышали, что мест у нас в кризисном центре на сегодня недостаточно. Большое количество людей поступает туда. Мария, скажите, пожалуйста, как ситуация обстоит? Сколько вы принимаете, может быть, за неделю, за месяц? Какая-то статистика есть у вас? В целом, сколько было принято с начала текущего года? С начала текущего года было принято 404 человека. Из них 13 женщин, 31 ребенок. То есть вы понимаете, что в этом году вообще у нас тенденция такая, что поступают женщины многодетные. Именно вот в этом году из 13, получается, женщин 8 являются многодетными. То есть это процент достаточно большой. Да, потому что многодетные женщины, понимаете, та женщина и четверо детей как минимум. Четверо, пятеро, шестеро и так далее. Ну, больше у нас не было, до шести было. Ну, и, естественно, 10 койко-мест, как мы все прекрасно понимаем, 10 койко-мест. Пришла одна женщина с четырьмя детьми, и уже пять мест уже нет. Лежит, одна женщина находится, да, получает помощь. Приходит еще одна женщина, и мест практически нет уже. В такой ситуации, допустим, если сложилась, скажем, экстренная ситуация, ночью необходимо принять, да, ночное время сутка, вечернее время сутка, также семью, да, скажем, женщину с детьми. Как вы поступаете, если места заняты? Ну, у нас доходило до того, что мы располагали, у нас стоят диваны, допустим, в холле, да, ну, вот, так называемый холл, в прихожей, скажем так, мы и там размещали, потому что были вынуждены, разложен диван, его диван-книжка, и туда помещали женщину с детьми. Ну, куда деваться, потому что, если она действительно жертву, вы того носили. Поэтому нахождение, конечно, в нашем центре предполагает до 6 месяцев, согласно стандарту, но, как правило, до 6 месяцев женщина у нас не находится. Почему? Потому что полный спектр услуг оказывается, это 8 видов услуг, полный спектр услуг оказывается, это и психолог, и юрист, и специалист по социальным вопросам, и культорганизатор, и трудовая терапия, и медики, то есть все подключаются, комплексно оказывают помощь, и женщины очень быстро, скажем так, приходят в себя, как правило. Адаптируются, да, в каких-то вопросах? Два, и, допустим, уже вполне может уже, скажем так, либо принять какое-то решение. То есть я сейчас хочу сказать о том, что цель кризисного центра, целью кризисного центра не является, допустим, развод, то есть не является разрушить семью, допустим, потому что к нам были такие претензии неоднократно, что вы держите женщину у себя, вы заставляете их разводиться с мужьями, вы разбиваете семьи и так далее, вы оставляете там детей сиротами, там безотцовщина растет потом и так далее. Были такие обвинения, но окончательное все-таки решение у нас за женщиной остается. Допустим, в этом году из 44-х человек у нас вернулись семью 25. То есть вы понимаете по цифрам, что это да, это львиная доля, скажем так. И я хочу сказать, что все-таки женщина, когда начинает работать с психологом, приходит в себя, все-таки женщина подчистую принимает решение вернуться в семью, сохранить семью. Кроме того, я сейчас, может быть, скажу, может быть, кому-то это не понравится, но я скажу такую вещь, что жертва бытового насилия не всегда жертва бытового насилия. У нас сейчас идет такая тенденция, когда жертва бытового насилия, она же абьюзер. И абьюзер, он же жертва бытового насилия. Скрытая форма, получается, да? Да, то есть здесь, да, конечно, я ни в коем случае не оправдываю, там будет, допустим, физическое насилие какое-то, да, оказание давления, будь то психологическое, там, допустим, тем более избиение, да, но, тем не менее, у нас были случаи, и психолог наш подтвердит, и Диляр Махмуд, с которым мы тесно сотрудничаем, подтвердит, что почистую у нас женщин тоже бывают абьюзером. Ну, к этому вопросу мы еще вернемся, да, с вами. Скажите, пожалуйста, вот хорошо, мест не хватает, да, вот койко мест всем. Скажите, пожалуйста, как часто обращаются за консультацией просто, и насколько эти консультации помогают людям? За консультацией, скажем так, сейчас у нас как раз-таки те, кто обращается за консультацией, рост идет, потому что это очень удобно, это, оказывается, можно, это может быть по телефону, это все так же анонимно, это все конфиденциально, бесплатно, скажем так. Ну, нет, не круглосуточный, юрист один, психолог один, поэтому, да, мы не можем работать круглосуточно. А так, в рабочее время, пожалуйста, кроме того, наши вообще личные телефоны уже разошлись, наши WhatsApp, и это субботы, это воскресенье, это праздничные дни, то есть здесь только уже, если, допустим, в 12 не отключить телефон, то, конечно, может сидеть вообще. Будут успозненки. Да, можно, да. Но это говорит о том, что действительно вы помогаете людям? Да, я хочу сказать, что да, обращаются, обращаются за конкретными вопросами, с конкретными проблемами, которые, конечно, мы стараемся максимально решить. Благодарят, да, благодарят за помощь, благодарят за возможность обратиться за бесплатной юридической помощью, то есть получить бесплатную помощь, получить помощь в написании исков, каких-то исковых заявлений, каких-то писем в губоломочные органы и так далее. То есть вся эта помощь, оказывается, не просто проконсультировала и ушел. То есть если есть необходимость, если я как юрист понимаю, что есть необходимость, получается, уже до конца решения вопроса. Есть необходимость написать, допустим, исковое заявление, допустим, отправить его в суд или там помочь в сборе каких-то документов, то, естественно, вся эта работа выполняется. Спасибо, Муретта. Пожалуйста, скажите, у меня вот такой вопрос возник. Вот опять-таки не хватает места у вас. Вы обращались по этому поводу в вышестоящие органы? Конечно. Если у нас такая ситуация складывается, по проблеме, по этой даже ужесточили нормы наказания, а как бы вот мест для пребывания таких людей недостаточно? Ну, в настоящее время рассматривается вопрос о представлении другого здания, конечно. Мы об этом говорили давно, мы не просто говорили, мы писали, мы подавали обращение о том, что нам необходимо здание. К нам неоднократно приезжали с различных органов, полномочные лица, также депутаты к нам приезжали, посещали. Все прекрасно видят, все прекрасно знают о том, что да, действительно, здание. Вы сегодня побывали у нас, вы видели, что у нас нет... Это для юриста, у нас нет оборудованного кабинета для психолога. Это, естественно, является определенной проблемой при выполнении наших функций. То есть при оказании помощи все-таки, да, мы не жалуемся, мы стараемся, мы выходим из ситуации. По мере возможности выполняете свою работу, но, действительно, этот вопрос, наверное, нужно решать, да? Нужно. Раз уж на законодательном уровне ужесточили меры наказания против насильственных действий, то, наверное, уже условия необходимо создать. Я думаю, компетентные органы, возможно, посмотрят нашу программу и обратят на это внимание. Пожалуйста, напомните адрес и номер телефона, то есть контактные данные, по которым к вам можно обратиться. Ну, адрес свой, не имеем права указывать свой адрес, адрес кризисных центров не указывается нигде, ни в одном городе. То есть они направляются через, наверное, сотрудников правоохранительных органов, да? Да, как правило, посредством по направлению, через участковых, либо через инспекторов по защите женщин от насилия. Хорошо, озвучите контактный номер телефона, по которому можно к вам дозвониться. Городской номер 28-56-00, это городской номер 28-56-00, сотовый 8-747-918-94-45, это один номер, и второй номер 8-702-835-99-39. Спасибо, Марьета. У меня вопрос к сотруднику полиции. Диляра, скажите, пожалуйста, женщины какой возрастной группы чаще страдают от бытового населения? Ну, говорить конкретно, что вот именно эта группа возрастная страдает, невозможно, потому что здесь есть и различные. Допустим, девушка замуж выходит в 17-18 лет, и она может быть жертвой бытового насилия, и они обращаются, такие девочки. И взрослые женщины, которые уже 80-летнего возраста, достигшие в таком возрасте тоже. Но, конечно, конфликтные ситуации чаще всего возникают в той возрастной группе, когда женщинам от 25 до 40 примерно, а мужчинам от 30 и где-то до 50. Вот это основная, наверное, группа правонарушителей, с которой мы работаем. У нас, в принципе, трудоспособная группа, да? Да, самая такая, как бы, категория активная. Скажите, пожалуйста, сколько детей подверглось бытовому и сексуальному насилию с начала текущего года и в прошлом году? Ну, если говорить о том, по бытовому насилию, к счастью, у нас нет таких фактов именно совершения преступлений, правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, которые в отношении несовершеннолетних. Но, если говорить по преступлениям в отношении несовершеннолетних, по половым, против половой неприкосновенности, то, к сожалению, на сегодняшний день мы наблюдаем рост. Пусть для кого-то он незначительный, но, тем не менее, я эти цифры должна озвучить. С начала года, по итогам 7 месяцев, у нас зарегистрировано 21 преступление, совершенное именно против половой неприкосновенности несовершеннолетних. С чем связано это? Из них, с чем связано, об этом этот вопрос, вы знаете, можно дискутировать и дискутировать, но из 21 этих преступлений, каждое совершено лицами, которые ранее были знакомы. Кто-то родственники, кто-то соседи, кто-то долгое время, длительное время встречался, общался с этим человеком. Потому что у нас при каждой встрече с студентами, особенно с мужской аудиторией, я неоднократно напоминаю о том, что у нас имеется ответственность, есть ответственность за вступление с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, в интимные отношения. И при знакомстве с девушкой необходимо удостовериться, что ей уже действительно более 16 лет. И на сегодняшний день, если говорить о категориях преступлений, что это, изнасилование, действие сексуального характера, насильственное действие сексуального характера, у нас очень много фактов развращения малолетних детей. И на это мы должны обращать внимание, где, да, совершается, к сожалению, и в том числе родственниками, к сожалению. Мы тоже об этом должны напоминать, говорить. Ну вот сейчас, если мы на этом остановимся, у меня просто такой психолога возникает. Хорошо, понятно, действие сексуального характера в отношении ранее незнакомых людей – это одно. А когда они совершаются в семье, то есть еще и родными людьми, как это объясняется с психологической точки зрения? В чем чаще кроются причины этого? Ну, на мой взгляд, в любом случае, можно определить, да, педофил, да, когда он именно применяет какие-либо действия к ребенку, да, он испытывает какие-то определенные свои физиологические, да, потребности, да. И, естественно, в тот момент этот человек, он не определяет, например, это ребенок, это мой родственник. Нет, это просто объект. Объект для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Ну, то есть получаются какие-то психологические нарушения? В любом случае, да, это в любом случае нарушение. В любом случае, на мой взгляд, все же педофилия является некой такой серьезной стадией для изучения психиатрической болезни, да, для того, чтобы исследовать, да, для того, чтобы каждый, как бы, этот человек, да, который совершил это преступление, да, его ведь, вот, сажают, дают ему срок пожизненный, да, но при этом, да, как мы наблюдаем статистику, вот, по видеообращению, да, они же пишут жалобы, да, они хотят, чтобы оправдали их, да, то есть они, в принципе, как такового не принимают это в тот факт, что, да, он знает, что он совершил преступление, но у него нет никакого чувства вины, и у него нет никакого, например, в тот момент, например... То есть до конца он не признает вину. Да, он не признает эту вину. Почему? Потому что он не понимает, что он на самом деле совершил какое-либо преступление. И что, естественно, ну, при этом он понимает. Ну, наверное, когда вы такие факты начинаете, как бы говорится, копать глубже, то вы, наверное, определяете, что какие-то, что корни идут в семье, да, этого человека, который совершил такие преступления. Также есть такой какой-то процент соотношения, да, то, что педофил, да, он тоже мог бы подвергаться сексуальной насилии. Не обязательно, да, но сексуального характера, да, то есть, естественно, или он считает это просто нормой, да. Мы не говорим, что это может быть сосед и так далее, это бывают родные отцы. У нас были такие случаи, у нас поступало, например, да, это было 19-18 год, женщина, да, она к нам поступила, вот у нее сожитель, у нее первый ребенок от ее первого брака, и она говорит, я ночью просыпаюсь, я вижу, он сует ее руку в попу, да, там, гладит. Ну, один раз я подумал, просто, наверное, ну, там, спи, да, там, вот так он ее укачивает. Второй раз, да, когда вот мы с Марит Тархан, мы начали поднимать этот вопрос, что реакция мамы была, как сказать для нас, как сказать, шоковая. Мы были в шоке, мать не хотела защищать своего ребенка, она защищала его, защищала мужчину, получается. Защищала своего мужчину, да, да, она у нас лежала прилично, месяца три у нас пребывал в центр, и оказывали все услуги, у нее был маленький ребенок. И что по факту, она выписала из центра, да, дна, но город маленький, мы ходим по магазинам, и она ходит с этим же мужчиной, да, она сейчас с этим же мужчиной проживает, да, и что творится сейчас на данном, это в этой семье, например, да, мы не знаем, почему, потому что мы при выписке из центра, мы женщин не бросаем, мы поддерживаем с ними связь, у нас есть обратная, да, обратная связь с ним, сопровождение есть, да. Но кто, например, нам говорит, удалите мой номер, мне не звоните, естественно, мы это не делаем, мы не наставим, почему, потому что сейчас муж узнает, где я была, что было, что вы меня опять контролируете, что-то делаете, и, естественно, из-за этого я не хочу конфликта. Ну вот сейчас вы сказали, да, сводится к тому, сейчас вот секундочку, что женщина, получается, терпит такое отношение к себе, да, то есть она в семье, будь то это в отношении ребенка, будь то в отношении себя. Вот от чего это идет? Часто женщины идут на примирение, и дальше продолжается такая ситуация. Ну, во-первых, вообще, по сути, вот когда к женщинам приходят, да, они мной, хоть многодетные, или один ребенок, или без детей, да, они говорят, кто с детками, они говорят, мы, я терплю ради детей. Балаушин, Хандай Бул Сада, Ахебул Сан, какой бы ни был, чтобы был отец, но при этом этот же отец упасть этих детей, этот же отец оказывает психологическое давление, физическое, да, насилие, да, экономическое, да, он отбирает телефон, он ломает их, потом их заново, да, с помощью шантажа и манипуляций покупает новые. В принципе, больной, можно сказать. Ну, можно такое, ну, можно, да, можно в таком формате и сказать, но каждый, я думаю, что все-таки они многие защищают, мы видели, эмоциональный качель происходит, через недельки-две, например, женщина у нас начинает говорить. Ну, в принципе, он и не всегда, когда он сыпьет, ну, в принципе, он так, посмотрите, он и папа неплохой, он и со школы встречает, там, да, он может что-то купить. То есть женщина в любом случае, опять-таки, многие защищают своего мужчину. Почему? Потому что каждая женщина нужна мужчина, каждая женщина, как бы, ну, возможно, боится остаться одна, как женщина. Да, еще и имеет место такой момент, когда женщина говорит, я хочу его просто напугать. Да. Я здесь, потому что я решила его напугать. То есть она подходит ко мне как юристу. Она подразумевает уже то, что она обратно вернется. Да, она приходит ко мне как к юристу и говорит, вы мне напишите, пожалуйста, заявление, отправьте, пожалуйста, его в суд. Я говорю, а это заявление дойдет до логического конца? Вы уверены? Она говорит, ну, я его хочу хотя бы напугать. Я проделаю такую масштабную работу для того, чтобы она просто напугала своего мужа. На самом деле получается, что она боится сама. Да. Какие-то решения предпринять. Ну, вот такой интересный факт, что мировой столицей насилия называют сегодня Конго. Это демократическая республика, расположенная в Африке. И там ежедневно жертвам насилия становятся более тысячи женщин. На втором месте после этой страны Афганистан. Согласно статистическим данным, в этой стране 9 из 10 женщин подвергаются какому-либо виду насилия. Ну, тут можем сказать, что вот эти вот страны, которые я сейчас назвала, они имеют низкий уровень жизни в целом. И, наверное, получается то, что кроются проблемы, где-то глубоко, если копнуть, кроются в социальном положении в целом страны, даже общества. И вот во многом, наверное, может быть отсюда идут проблемы их бытовое насилие. Мнение наших жителей тоже нам было интересно. Мы спросили несколько наших горожан, как они относятся к бытовому насилию и что они называют причиной бытового насилия. Я считаю, что, во-первых, все начинается с отсутствия взаимопонимания в семье. Супруги не разговаривают друг с другом, не обсуждают проблемы вместе, не доверяют друг другу. Жена не понимает мужа, муж не понимает жену. Отсюда начинаются все проблемы. Знаете, это вообще глобальная проблема. Во-первых, в первую очередь надо искренить коррупцию. Все начинается с этого. Начинается сверхкоррупция до конца. И поэтому это, во-первых, малообразованность населения. Во-вторых, никакой культуры. Потому что все думают, как бы прожить этот день, как бы детей прокормить, чтобы было им хорошо и самим хорошо, покушать в обе, что то, что нужно. Денег постоянно не хватает. Вот проблемы в этом, я думаю, больше ни о чем. От того, что у нас сплошная безработица, для людей нету нормальных рабочих мест и все то, что негативное сегодня от власти идет, я понимаю, что мое интервью вы не пропустите в эфир. Но то, что сегодня в нашей области всего 93 грамм по остальной заплату, поступая в институт, то, что промышленность развалена, предприятия не работают, вот это все является залогом и основой бытового насилия. Ну что ж, жители нашего города выскользовали свое мнение, и тут мнения разошлись, кто-то назвал причиной основной межличностные какие-то отношения, а вот люди, которые постарше, да, вот они назвали глобальную боль и проблему, которая сводится к тому, что, вот как я уже ранее сказала, к уровню жизни населения в целом. Так, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Пожалуйста, громче звук сделайте в студии, не слышно. Слышно сейчас меня? Ага. Алло, слышите? Да, да, погромче можно еще. Проблема в том, что вот кто этих тиранов воспитывает? Мужчин. Основное, они воспитываются в одинокой семье, где там мать с матерью воспитывается, получается. И вообще вот проблема в том, что сейчас даже вот девушки, которые выходят там замуж, они в воспитании у кого берут? У родителей, у женщины. Вот самое главное от родителей, вот если женщина воспитала там свою дочь, потом начинается у них вот это тиранство, злость в семье. Раньше было как, девушка понимала, шла в семью, она была психологом, она была матерью, она всем. А сейчас показывают характеры у всех разные, получается. И я думаю, здесь двухсторонние, в основном виноваты те матери, которые воспитали и мужчин, и девушку, например, невесту. Вот когда в другую семью шла, она должна идти уже готовой. Спасибо вам за звонок. Ну то есть вот мы поняли, что семейные ценности важны, да, и воспитание в первую очередь. Ну здесь неполная семья тоже нельзя говорить, что это все оттуда, все с неполной семьей. Это не так на самом деле. Да, все мы родом из детства, потому что когда мы начинаем общаться с абьюзерами, в наши, конечно, обязанности это не входит. Но когда мужчина сам приходит и говорит, я хочу сохранить семью, жена не хочет со мной разговаривать, можно я поговорю с вами, естественно, мы идем на контакт. И здесь как раз-таки выясняется, что мужчина, выросший, допустим, в семье, когда начинаешь разговаривать, расспрашивать, спрашивать, что, как, выясняется, что он тоже был либо свидетелем бытового насилия, либо сам являлся свидетелем бытового насилия. То есть вот здесь как раз-таки когда, вот как психолог подтвердить Асим Закарен, это модель семьи как раз-таки, когда переносим. И когда начинаешь спрашивать, допустим, да, вот разговариваешь с мужчиной, начинаешь спрашивать, хорошо, вот вы подняли руку на женщину, вы ее ударили на свою жену, вот вы ударили, вы чего достигли? Цель, какая ваша конечная цель? Ну, конечная цель там заставить ее послушаться или там заставить ее замолчать, либо как-то еще, да. И когда я начинаю спрашивать, а вот вы представляете, вот такого же мужа, как вы для своей дочери, вот у вас есть дочь, вот представьте, такой же будет зять у вас, такое же отношение вашего зятя будет к вашей дочери. Что вы чувствуете на какое-то время, на какой-то момент, вот у меня прямо несколько случаев было, на какой-то момент он подвисает, потом говорит, один говорит, я ему честь сломаю, другой говорит, я ему голову сверну. То есть реакция такая, я говорю, ну вот видите, да, вы не хотите, чтобы обращались с вашей дочерью так, а почему вы себе позволяете обращаться так со своей женой. То есть вот здесь как раз... То есть личностные границы не собираются. Я всегда говорила и буду говорить о том, что нельзя говорить о том, что если мужчина там поднял руку, то все, он все уже, он все уже, он больше никогда не изменится, там уже все, игра в одни ворота, билет в один конец и так далее. Нет, об этом говорить нельзя, потому что для абьюзера, как и жертвам бытового насилия, обязательно нужна психологическая помощь, обязательно. Мы об этом говорили на разных площадках, мы об этом писали, мы просили внести поправки в закон, отправляли письма Деляна Макмонна, да, не даст соврать. Ну, мы, конечно, какой-то определенный сдвиг, вот как раз-таки вот последний, который вступил 16 июня, мы достигли, по крайней мере, психологическую коррекцию, уже внесли в закон. Мы еще не знаем, все это отдали в ведении здравоохранения, то есть там все это будет организовываться, там не знаю, каким образом все это будет происходить. Немножко я сейчас, конечно, сомневаюсь, потому что я считаю, что этот закон сырой. Его все равно нужно доделать. Да, его нужно все равно еще доработать. Он был очень спешным, я считаю, что он был спешно принят. И немножечко там все-таки есть какие-то такие нюансы, которые сейчас пока я даже, вот я как юрист, я не понимаю, как это будет работать. То есть на практике это нужно? Да, на практике уже будет видно, где как раз-таки какие-то есть такие дыры, которые все-таки нужны. Один из основных нюансов здесь, да, вот Мария Тараховна, я хочу добавить. У нас с 1 июля 2023 года были изменены поправки в части с заявительного, выявительный характер, и там у нас побои и умышленные причинения легкого вреда здоровья мы рассматривали в административном формате, да. Сейчас они у нас переданы с 16 июня 2024 года в уголовное изгадательство. И вот здесь формат какой. Если ранее даже есть жертва бытового насилия, которая подвергалась побоям имущественным причинам легкого вреда здоровья, материал собирался, направлялся в суд даже без ее заявления, то на сегодняшний день по части 1 в обязательном порядке заявление от потерпевшей стороны необходимо. И это проблемный вопрос, господин Васильевич. И часто ли отказываются от заявлений? Очень часто. Очень часто. Более, наверное, 80 процентов, если... Вот, если 160 фактов было, 80 из них отказались писать заявление. И в таких случаях, получается, вы дальше никакую работу провести не можете законодательно, да? Если это по закону так. Мы только и неужели. Женщины, например, боятся, не хотят писать заявление. Во-первых, штраф, да? Там уходит. Что выходит? Выходит сообще... Женщины сами говорят, на практике наши, да? Он берет бюджет, финансы будут уходить с нашего общего семейного бюджета, да? Во-вторых, если его, например, на определенный, да, арест у него будет, и опять-таки человек не уходит на работу, и, естественно, у нас опять вот это финансовое, да, то, что он не может принести. И, естественно, почему, например, женщины отказываются писать? Потому что они в любом случае возвращаются в эти семьи. Они в любом случае возвращаются к этому же мужчине. Но когда у нас женщины... То есть когда они уверены уже в этом, да? Да. Когда у нас женщина выписывается из центра, да, я всегда советую, я с ней поработаю, мы с ней поработаем, да, например, она, в принципе, воодушевленно, да, она верит в себя, что у них семья может сохраниться, у них все будет по-другому. Но та-то сторона не работает. Он-то ничего не... Он пришел, в принципе, да, ну, протрезвел, он попросил прощения, там, 101 роза, 50 роз, я не знаю, да. Но смысл в том, что он не меняется. Он-то не изменился, он остался таким же. И, естественно, ну, есть кто прям психо... Мы ходим, они ходили, говорят, мы ходим к терапии, мы идем, сопровождение есть у нас, да, мы созваниваемся. Мы сходили на один сеанс к такому психологу. В принципе, налаживается, в принципе, он уже по-другому, да, и к детям. Но не все сразу. Почему? Потому что, в любом случае, даже на этого агрессора, он идет в семью. Он идет в семью. Семья есть мама, семья есть папа, есть его сестры, есть его братья, да. Ну, нет, в любом случае, да, она придет домой, и что происходит? Домой я прихожу, в принципе, все, мы-то своей семьей нормальны, и, говорит, начинают приходить его родственники. И что? Они приходят и говорят, что ты добилась? Ты опозорила нашу семью. То есть я, говорит, ушла туда, да, в принципе, пришла, в принципе, с нормальной настроением сохранить семью. В принципе, он согласен сохранять семью, но идет давление... Вторжение родственников. Да. Вторжение. Здесь уже наш менталитет. Как мы никуда не делимся. Мы применим это. Это менталитет. Скажите, пожалуйста, хорошо, мы говорим вот абьюзер, абьюзер, да. А часто ли бывает, что абьюзеры именно провоцируют жертву сама на эти действия? Ну, не часто. Не часто, но были у нас случаи. Какие факты, пожалуйста, скажите. У нас были, да, Мария Тархан, такие случаи? Да. Что сказать, это жертва, поступившая к нам, при изделяром охоте, она нас провоцировала любым образом, да, своими действиями, своими словами, да, своим поведением, да, манипуляциями своими детьми, да, и так далее. Или там родители, да, на все это подключают для того. Она хочет оправдать себя. Она хочет оправдать себя. Просто, когда приходил, например, вот, конкретный случай, да, когда пришел супруг этой женщины, да, он просто сказал, он сидит, она сидит, то есть мы досидим, если она... Она хочет с ним разговаривать, она говорит, я при вас сяду, я буду говорить. Он сидит и говорит, я же тебе ничего не делаю, я тебе просто сказала, закрой рот. Ты вовремя закрой. Я же тебе... Он один раз ее ударил, потому что, говорит, она уже начала, например, ну, сверхнаглеть. Я не говорю, что, например, поступившая к нам женщина, обратишься за консультацией, что они все такие. Нет, есть? Ну, есть такие личности, да? Есть, да. То есть ситуация разная. Они понимают разную. Они понимают. У нас доходит до смешного. Была женщина, которая поступила к нам, и говорит, я говорю, ну, что случилось? Почему так случилось? Почему муж тебя ударил? Она говорит, а я знаю, почему он меня ударил. Он ударил меня за мой язык. Я немножко опешила, естественно, я говорю, и... Она говорит, а потому что, если я рот открываю, мне очень трудно остановиться. То есть вот здесь как раз-таки, да, она говорит, мне прям нужно все высказать. Я понимаю, что я уже перехожу грань, но мне нужно, вот я прям, я должна все это высказать. Тогда я вот Асим Закарин пригласила, я говорю, вот здесь вот конкретно нужна помощь психолога, женщине. Хорошо, спасибо. Часто ли бывает такое, что... Бывают ли вообще случаи, когда обращаются мужчины к вам? По такому же вопросу. Вот пострадавшая бытового насилия. Бывает. Даже я сама лично направляла Мреть Тархановне, одного из таких довольно-таки серьезных парней, который действительно он... Я, хотя являюсь старшим инспектором по защите женщин от насилия, но вот... Прошу из-за счастья мужчину. Да, он, к счастью, он не поднимал руку ни на нее, ни на ее детей, но вот в прямом отношении он был жертвой психологического насилия со стороны жены. Причем он проживает здесь, а она проживает в другом городе совершенно. Причем там очень тяжелый случай. Очень тяжелый случай. Эмоциональное, наверное, какое-то насилие было вообще. То есть такие случаи тоже бывают. Имеют место быть, к сожалению. У нас проживали мужчины тоже. У нас было два случая. Был с ребенком мужчина, и был мужчина один. Ну, и там экономическое насилие. Когда мужчина, женщина забирает все деньги, выставляет его из дома, но не может он поднять на нее руку, не может он воздействовать на нее как-то по-другому, она его выгоняет из дома. Ну, немножко пожил у сестры один раз, немножко пожил у друзей второй раз. Но это же не может продолжаться бесконечно. В конце концов, он ночевал на вокзале, его привезли потом к нам. Он у нас побыл. Хорошо, спасибо. Вопрос к психологу. Скажите, пожалуйста, вот теперь такой небольшой как бы итог передачи нам сейчас подсказывает, что время наше уже заканчивается. Ну, наверное, в чем основные причины, опять-таки? Это, наверное, какая-то нереализованность, да, каждого из членов семьи. И может быть отсутствие диалога какого-то. Вот с психологической точки зрения именно. Кто может быть тираном, кто может быть абьюзером? Это как они считают, да, почему они имеют право это делать? Во-первых, как традиция, да, то есть меня били, я бью, мой сын будут бить. То есть он является этой нормой для него. Следующее, он таким образом, например, хочет доказать, да, проявить себя как личность. Он хочет, чтобы его боялись. И таким, как бы он является гегемоном мира именно в своей семье, да. Переносит это на семью все, получается, да? Конечно, да. И, естественно, многие абьюзеры, например, друзья, например, не знают, что они абьюзеры. Они, например, многие как бы в неком шоке, да, таком, что идеальная семья может быть. Это идеальная семья, да, материально полностью благополучная, да. С каждым агрессором, ну, если проработать, если поработать, если этот человек сам захочет, конечно, это одна из десяти человек, я так думаю, если проработать хотя бы один, то уже мы спасем чью-то жизнь. Не только его, но и жизнь его семьи, это жизнь его детей. Хорошо, спасибо. И у меня остался вопрос к сотруднику прокуратуры, Рай, скажите, пожалуйста, вот в целом, как итог, вот сейчас принят новый закон, да, в отношении преступлений, да, такого характера. В целом, может быть, ваше мнение тут нужно, как специалиста, чего, может быть, не хватает вот в организации всей этой системы, всей этой работы против таких преступлений, против таких фактов? Ну, это целая совокупность, это целый комплекс работы. Вот эти, которые люди до этого говорили, интервьюеры, в чем-то они тоже действительно правы. Это тоже присутствует. Присутствует и воспитание, и работа, безработица. Поэтому, я думаю, здесь нужно подходить действительно более глобально, с одной стороны. Наверное, я с этим согласюсь. Ну, вот лично вам, как специалисту, чего не хватает? Что бы вы, может быть, если бы у вас были такие полномочия, что бы вы, может быть, ввели какую поправку, может быть, даже в закон? Какую поправку? Да. Это просто ваше мнение. Ну, если честно, мне тоже вот одна поправка не нравится. Например, сейчас суду дали полномочия выселить агрессора из дома. Независимо от того, что у него нет жилья. Это получается тоже, как экономическое насилие со стороны законодателя. Вот это мне тоже нравится. Нет, а с другой стороны, посмотрите, берут жертву бутонного насилия, выдергивают из дома, помещают в кризисный центр. Абьюзер остается дома, красота, с ним ничего не делают. Женщина заявление не написала, не написала. Ему хорошо, зашел, вышел, встал, если тем более пьет, то ушел в загул. Ничего не останавливает, все хорошо. Он живет дома, а дети находятся в кризисном центре. А какой стресс детям? Они в шоке. Поэтому здесь тоже немножко нельзя говорить о том, что это экономическое насилие в отношении абьюзера. То есть мы понимаем о том, что необходимо еще работать, дорабатывать нормы. Это практика покажет. Да, это уже практика. Закон нового практика покажет. Хорошо, спасибо вам за участие. Наше эфирное время подходит к концу. Дорогие зрители, спасибо, что все это время вы были с нами. Надеемся, вы какие-то моменты для себя полезные почерпнули. Всего вам доброго и до новых встреч в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова